Матфея, 15 глава. Зачем вы приступаете заповедь Бога ради предания вашего? Этих слов Христос бы не сказал, если бы они не приступили сами с упреками. А вот пришли из базара, с соржища, а рот не умыли. Они заботились не о чистоте, а о гигиене. А это нам кажется просто так. Они подвели подсмертный заповедь. Вот на базаре был, руки не вымыл, а сквернение достоин смерти. Они как огня боялись пройти мимо рукомойника. А Господь это высмеял все. Если бы они просто пришел, руки запачкали, но даже прошел по базару, руки из кармана не вынимал, приди, обязательно руки помой. И Господь говорит, что приступает заповедь Бога. А вот этого они даже не видели и не знали. Сколько у нас сегодня разных преданий таких. Вот сегодня кто-то бы сказал, допустим, патриархам, дано бы ему человеку, он сказал, прекратить крестные ходы. Это совершенно не по слову Божию. Не просто обойти во время торжественного праздника, нет. А по всей стране идут 200 километров икону. Сегодня утром передает государственное радио Курская Коренная и начинает перечислять, сколько веков эту икону носит. Это на картине Ильи Ирины изображено с Курской иконой. Патриархов не тут. А скажи сегодня, что в мощи должны быть похоронены, согласно указу, который дал Господь в раю еще, в прах ты и в прах возвратишься. Да никто в это не поверит. Наконец связали так, что мощи в антименсе. Я спрашиваю даже батюшку, а чьи мощи? Не знаю. Но разве это можно так? Мы как безгласные. А что можно сделать в молитве? А возможно ли что изменится? Не знаю. Я знаю, Бог сказал так. Преданием вашим, вот это предание все. Преданием все заменили. А истинно может. Прямое указание Божие заменили. Заповедь Божия, прах ты и прах возвратишься. И Давид предан земле. И все пророки умерли. И все апостолы похоронили. Это потом все пришло. Это предание. Притом преданием уничтожается заповедь Божия. И девятый стих. Господь говорит от таких людей. Но тщетно чтут меня, уча учением заповедям человеческим. То есть напрасно. И Матфея 15.9 то же самое. Честу подвел. Напрасно все у вас. Вы Божий заповедь не знаете, а человеческий знаете тщетно. Так мы можем-то чтеть, а чтут напрасно. Пустое. Мы изменить не можем, но воздыхать можем. Вот сектанты или тихи они все отмели, организовались отдельно. Это секта, это не церковь. Мы на это пойти не можем. Но знать, как это должно. Ну, да так вот, свечки не зажги. Как может? Да хоть ни одной свечки не будет, ничего не изменится. Совершенно. А если кодила нет? Да ничего не изменится. Совершенно. Любовь должна быть гореть. Но у нас положено. Пусть оно все так и будет. Но это не главное. Вот эти свечки не должны затмить свет Евангелия. Вот это главное. А тут заповедь Божия. Идти проповедуя, чтобы слово Божие звучало. Его заменили обыкновенными свечками. Дым кодильный. Молитва должна пламенная быть. А мы Ладану наложим, будет хорошо благоухать. Жизнью надо благоухать. Не смердеть. А вот так вот делать, что всем плохо, дурно. Скотине плохо. Это смердящий запах идет. Отвратительный. Он просто миазмами плывет здесь по селу. А с любовью, на что бы не так было, опять пришел. Этого нет. Совершенно нет. Притом даже не понимают они этого. Ни дети, ни взрослые. А если бы такое случилось? Ну, первое, что не случится. Я этого не знаю. А если бы случилось? Допустим, так. Скорее побежал в каждый двор, да много лет. Попросил прощения. Ну, возместил. Завтра лишний час отпасу или что-то. Ну, все равно сердце не давало бы покоя. Здесь ничего нет. Мертвое. Мертвая зона. Никто не шевелится. Никто не начал колокола бить. Исайя 29 глава 13 стих. Устами приближается. Языком чтят. И благословение их передо мной заключается в том, что изучают заповеди человеческие. Не Библию, а вот эту. Учатся третий курс семинария. Я стал говорить, он ничего не знает. Вот как выйти, как перед архиереем расшаркаться. Святой Туэль, это три разных одет. Я узнал, это в алтареле, я не вижу там. А перед архиереем 12 раз ходила машет. Все нормально. Как престол, я повернусь, что сказать, поклониться. Вот это все разбирает. И все разбирает, и читает, какая книга, как что открыть, прочитать. Не Евангелие. Я говорю, а вас учат, как проповедуете? Нет. Но они изучают. И знают, что златоуст. Но что все люди должны услышать, что Иисус умнажды грехи людей. Но люди и так знают. Да никто ничего не знает. Возвижение креста. Завтра. А как я воздвиг крест Христов? Воздвигнуть, то есть показать Христа людям. Вот что нужно сделать. Воздвиг его или нет? А ведь это может случиться так, что и нас воздвигнут на крест. А завтра же быть может. Поднимут. На крест. И к этому надо готовиться. Это очень строгий праздник. Он не евангельский. Это Елена нашла крест. Нашла ли она? Ну, предание так говорит. Тоже предание. Этим преданием устранили заповедь Божия проповедь. Хорошие проповедники в истории были. Но почему они не составляли кружки по изучению Библии, и весь народ не делали благовестниками? Я ответа так и не нахожу. Нигде его ответа нет. Из Икииле 20 глава 11 стих. И дал им заповеди Мои, исполняя которые человек жив, был, был через них. Если наша жизнь не через лекарство, не через диагностику, а через заповеди, как мы должны заботиться? Если у меня глаз заболел, какую-то заповедь нарушил, плохо смотрел, зуб заныл, что-то я не так перед Богом, не чем питаюсь. Господи, покажи, какую глаз нарушил. Вот как надо рассуждать. Диагностика одна. Что где бы ни заболело, и исполняя заповеди, человек жив был бы, ответ подается нам. А духовно? Да почему он так сделал ребенок? Ответ один. Не знаете заповеди Божии. Вы нарушили все заповеди Божии. Вы покорствуете этому злодейству. И вы все до одного повинны в этом. Вы даже могли бы вчера уже все прийти и плакать и допросить и довести до нужной точки. Это ни один, ни день, ни два. И при том все дома. Колоссину. 2 глава 22 стих. Все и вплевает от употребления по заповедям и учениям человеку. Что ты делал? Год назад ремонтировал машину. Два года назад ремонтировал, продавал, перекупал. Все остается так же. Все и вплевает. Все. Я повторяю тысячный раз, наверное, самое большое достояние богатства это ваши дети. И если они будут вот такие, как мы видели вчера, пропали ручки. Этих людей не будет. Мы только отголоски будем слышать. Ребенок растет. На колене. Вы видите, уже злодейство выздрило. Оно уже готово вспыхнуть. Оно вас и степелит. И страшно то, что не понимают этого. Все как будто нормально, под разными видами. Отговорки какие-то идут. А завтра будет. И дальше так будет. Это уже готово. Уже человек отступник. Еще пока его тянут за руку, а уже ничего нет. Я не могу вам свое сердце отдать. Вы вздрогнете. Заметила самое маленькое в ребенке, и так покоилось. Он вчера лгал на каждом шагу. По разными причинами. Уже лукавство ложь светет. Плакать надо. Здесь четко и ясно говорит, что приступили заповедь Божия. Заповедь Божия. Любите друг друга. Говорите истину. Не лгите. Все остальное уйдет. Все исплевает. А правда останется. Число 15-22. Если же совершили преступное по неведению, я допускаю, если бы не было дальше оправдания этому, и человек не знает, что он нарушил эти заповеди, то пойди к священнику и получи разрешение. Ответ дается. Даже вы на дороге, что угодно, не знал, убежали коровы, часы назад сами повернулись, что угодно. Но ты к священнику-то не пришел, еще и оскорбил его. Еще и нахамил. Вот ведь беда там где. Мы вот понимаем, один раз это случайность, а два это система. То есть ты по-другому и не можешь. Четвертая книга, Сарс, 18-12. За то, что они не слушают голоса Господа Бога. И нарушают заветы его, покараю вас, говорит Господь. Это говорит Ниеме, возвратившись из пленения 1-7. Мы стали преступники перед тобой, ибо не сохранили заповедей и устав. Вот что надо было еще раз сказать. Встать дома и молиться. И всей деревней молиться. Мы стали преступниками. Это жестокосердие, обращение со скотиной. Это все, все он где-то выползет другим боком. Третье езры, 3-21. С сердцем лукавым. Первый Адам приступил заповедь и побежден был. Если Адам не был пощажен, почему же нас Бог пощадит? Серахов, 11-23. Семя бесчестное какое? Семя человеческое. Преступающие заповеди. Какое семя? Семя человеческое. Книга Товит, 4-5. Во всей жизни, во всей дни жизни, помни Господа Бога нашего. И не желай грешить и приступать заповеди. Его отец наказывает сыну. Вы одно наказываете, без благословения не выходите. Трудно ли ребенка проводить, когда он пасет? Да можно на машине его поехать, сидеть вместе, говорить, план местности. Я вам рассказывал, как это надо делать, ничего не делается. Совершенно. Это настолько интересно. Я более интересного занятия, кажется, не знаю, чем возиться с детьми. Подрастает. Притом плоды, как семя сядешь, оно прям быстро начинает расти. Ты видишь, как ребенок изменяется. И я видел в этом же ребенке радостные глаза, когда зовет на голубяки, показывает, рассказывает, погладит по голове его. Он интересует. У него, видите, четвертый класс, а по второму классу. Все от вас, родители, зависит. А можно его сделать? Другие, можно. Он в один год может три класса кончить. Не давите его преступлением заповедей. Первая езра, 9-10. Мы отступили от заповедей твоих, Господи. Ввести надо там молитву. Иоанн 5-2. Первая езра, 5-2. Что мы любим детей его? Мы узнаем из того, когда любим Бога и соблюдаем его заповеди. Да, брат, живем в другом городе. А вот узнаешь, любишь ты его или не любишь? Как? А читай заповеди Божии. Первое, Коринфян 7-19. Все в соблюдении заповедей Божьих. А если их нет, если их вскрыли, если Евангелия не было на руках у людей, остается тот же вопрос. О чем думали епископы, патриарх, когда народу не давали Евангелие? Просто не давали. Я вам рассказывал, как профессор Павский, знаток еврейского языка, перевел Ветхий Завет, а студенты без его ведома взяли и распиражировали. Полиция все выискала, его наказали, сняли с работы и все экземпляры сожгли. Это в прошлом веке, позапрошлом получается еще, в Санкт-Петербурге. Задача верховной власти была в том, и царь-батюшка этим занимался, чтобы слово Божие не дать до народа. А не дать до народа, значит, никакой любви и речи нет. Откровение 12-17. И расцверепел дракон. И пошел и вступил в битву. С кем? Сохранившими заповеди его и имеющими свидетельство Иисуса Христа. Дьявол-то не с каждым воюет. Он воюет с тем, кто стоит. А с другим он и не воюет, он и пашет. Он их запрет и не распрягает ни днем, ни ночью. Может это быть и ребенок, и старец. Откровение 14-12. И здесь терпение и вера святых, соблюдающих заповеди Божию. О чем бы ни говорил, победить дьявола можешь только соблюдением заповедей Божиих. Любовь к Богу, к ближнему, к скотине, к птице, ко всему. Потому что это творение Божие. Евангелие от Матфея 15-2. Господь говорит. Они сказали ему, зачем ученики твои приступают к преданию старства? Зачем? Они так боролись за эти заповеди. Я вот батюшка сколько говорил? Ну вот, причащаются воскресенья. Три. Благодарщики до школьного возраста. Чего какое после причастной благодати? Никто уже не слышит. А проповедь кажется длинной. Все проповеди полчаса. Я 20 проповедей осмотрели вчера. Сложили место, разделили на 20. Получилось. Каждая моя проповедь 21 минута 30 секунд. Дайте вам. 21 минута. До 21 минуты она пролетит даже не заметишь. А сколько ты слышишь? Залатом 1.14. Я был неумеренным ревнителем отечественных моих преданий. Павел был. Саус. И пока он предания любил, до тех пор был христиан. А со Христом встретился, все предания от него отлетели. И когда люди сцепляются за все это церковное, за все эти половички, куда-что-то, они еще Бога не знают. Когда ты познаешь Христа, это тебе на 105 месте будет. Самое главное это любовь. Это крест Христов. Он умер за меня. Он ждет меня. Он желает, чтобы я другим явил его лик. Крестоводвижение. Как мы воздвигаем этот крест? Как мы высоко поднимем образ Христа перед нами? Мы это должны понимать. Колоссиным 2.8. Смотрите вы, чтобы кто не увлекла по преданию человеческому. Когда человек ничего нет, с ним намного легче работать. Наши братья и сестры ходят по городу. Там, где есть хоть один человек, вот выйдут, сразу 4 квартиры позвонят и выйдут. Никто в церковь не ходит. Нормально, можно разговаривать, приглашать на занятия. Но хоть одна церковная и есть душа, особенно на слезу своей, она скидается с зверем. Еще нам не надо. Я говорю, вот патриарх. Да пошел со своим патриархом. А не зверевый. Почему? Это попыль. Потому что заповедь человеческая, она уничтожает Божию. Там дьявол сидит. Там ярость сатаминская. Притом ни один, ни два. И всех областей звонят с Казахстана, с Белоруссии, с Украины. Везде одинаково. Почему? Да дьявол один. Бог один и дьявол один. Итак, чтобы не приступать к заповеди Божьей, нам нужно рассмотреть кое-какие заповеди человеческие и предания. Нужны они или не нужны? Если они не вредные, мы их сохраняем. Постольку, поскольку. Я прошу дома, совершайте больше крестных знамений. Но это крестное знамение-то тоже не евангельское. И поклоны, как делать, не указано. Но у нас принято мы православное. И мы через это приближаемся к Богу. Это нам показывает любовь к Божию. Изображая на себе крестное знамение, я воздвигаю крест. Как раз это и есть крестоводвижение. Да я ведь Господь ликцией святой через нас и в этот праздник. Аминь. Вот поберегу.